Если успел проехать, не простояв предварительно перед опущенным шлагбаумом, значит крупно повезло. Поезда в Чуприяновке ходят так часто, что местным жителям приходится ежедневно терять энное количество времени на переезде, чтобы затем отправиться на работу или по другим делам. Час-пик ситуация обостряется. Тем более это совсем небезопасно, в том числе и для пешеходов. Проблема частично решилась. Уже работает надземный пешеходный переход. По конструкции прошелся губернатор Тверской области Игорь Руденя, обратив внимание на детали. Глава региона предложил сделать переход максимально удобным для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Давайте мы с вами поговорим, сделаем пополнительным проектом с лифтом. А можно сделать проект приспособления именно к этим уже, что уже готово? Тут главное решить вопрос эксплуатации скорее, потому что лифт, который застрял вместе с кем-то внутри, если рядом нет какой-то службы, которая приедет вовремя. А мы решим, потом область не завозьмем. В целом глава региона остался доволен конструкцией, которая обеспечивает безопасность жителей Чуприяновки. Стоит отметить, что переход оборудован системами видеонаблюдения и светодиодами-светильниками. Наряду с надземным переходом на станции завершается строительство и подземного тоннеля. Его готовность оценивают 90%. Обследуя объект, Игорь Руденя высоко оценил проведенную работу. Мы видим, сколько сил, затраченных трудов. Все сделано очень капитально. По современным технологиям есть небольшие пожелания, которые мы сейчас посмотрели по разуклонке дороги, по небольшим недоделкам, которые являются технологическими. Компания РЖД «Строй» отмечает, как только будут устранены выявленные недочеты, сразу же подадут документы на регистрацию. Речь идет о неделях. Попытаемся всеми силами не нормативные сроки регистрации, а все это ускорить, потому что понимаем, что так ждут местные жители. Надоело стоять на переезде даже дачникам, кто здесь проезжает. Благодаря наличию подземного перехода поезда смогут проезжать мимо Чуприяновки гораздо быстрее, отмечает РЖД. Скорость транспорта увеличится до 250 км в час. Важно, чтобы поезда шли по расписанию и безопасно. Поэтому пересечение в одном уровне, но это потенциальные риски, мы прекрасно знаем. Водитель может уснуть, что-то еще может случиться. Поэтому с точки зрения безопасности движения для нас, конечно, крайне важный объект. Для строительства подземного тоннеля из федерального бюджета было выделено более 580 миллионов рублей. Это бесценный подарок для всех, кто живет в Чуприяновке. Приезжает сюда в летнее время и просто пролетает мимо на Сапсане. Любой инфраструктурный объект для области важен. Конечно, кроме удобства, которое нужно жителям, конечно, это дает косвенную отдачу в экономику региона. Поэтому он очень важен и это очень хорошо. Очень важно и для области, и для региона, потому что, когда едет поезд и перекрыт переезд, то тут уже ни пожарная машина, ни скорой помощи проехать не может. Так что теперь у нас есть все основания проверять эффективность своих служб. Вот, кстати, бешевой пример. Да, вот поезд. Юлия Калинина, Виталий Осипов, ТВ Тверь.